Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины Джамбатиста Тьеппелла «Смерть Сафонизба» После успешной работы в Вюртсбурге Тьеппелла в 1753 году возвращается в Венецию и переживает Один из самых своих счастливых творческих взлетов, создав выдающееся произведение Этим же временем между 1755 и 1760 годами Марасси датирует и картину из собрания Тиссона Которую он считает эскизом для более крупного, ныне утраченного, часто упоминаемого в литературе Варианта, выставлявшегося в Турине еще в 1880 году Один эскиз находится в собрании Хорна во Флоренции Три следующих заняла в музее Виктории Альберта в Лондоне Сафонизба, известная своим умом и красотой, карфагенянка, жила в конце 3 века до н.э Была дочерью карфагенского военачальника Газдрубалла и женой нумидийского короля Сифакса Во Второй Пунической войне Массиниса победил Сифакса и Газдрубалла и взял Сафонизбу жены Такие вот имена у них трудно читаемы Как описывает Ливий, в смятение ушел Массиниса от сцепиона к себе Выпроводив свидетелей, долго сидел, вздыхал и, наконец, с глубоким стенанием Кликнул верного раба, хранившего яд и велел ему отнести Сафонибе отравленный кубок и сказал Массиниса рад бы исполнить первое обещание, которое дал ей как муж жене Но те, кто властен над ним, этого не позволят И он исполняет второе свое обещание Она не попадет в живой руки римлян Пусть сама примет решение Помню, что она дочь карфагенского вождя и была женой двух царей Слуга передал эти слова и от Сафонизм Я с благодарностью, сказала она, приму этот свадебный подарок Если муж не смог дать жене ничего лучшего Но все же скажи ему, что легче было бы мне умирать, не выйдя я замуж на краю гиви И твердо произнесла она эти слова, взяла кубок и не дрогнув выпила Такая вот история Текст по книге шедевра западноевропейской живописи из собрания Тисен Барнемиса Все, пока-пока, до свидания